Итак, всем привет! Сегодня мы попробуем с вами разобрать данное соло, которое вы сейчас только что прослушали. Попробуем с вами сделать вот что. Для начала, перед тем, как составлять любые соло, вы должны проанализировать гармонию соло. В данной песне гармония идет фа диас минор, потом ре мажор, потом ля мажор и ми мажор. Вот, на основе этих аккордов нам нужно с вами придумать какое-то соло. Итак, проанализировав гармонию, мы имеем обычную диатоническую схему. Что такое диатоника? Это состав гаммы, то есть ноты, которые входят в состав обыкновенной гаммы. Это либо натурального минора, либо натурального мажора. В данном контексте мы опираемся на фа диез натуральной лады. Итак, начинаем мы соло играть аккорд фа минор. Поэтому можно обыграть фа минор. Можно по-разному обыграть, но так как мы будем привязываться к данному соло, то здесь я использовал обыкновенный полиаккорд от фа минора. Вот он. Он есть, кстати говоря, в моей книжке. Для тех, кто еще не приобрел, обязательно приобретите. Здесь все очень грамотно написано в плане теории. Итак, здесь мы с вами сыграли полиаккорд. Затем перешли в обращение фа минора. Это обычный фа диез септаккорд. Затем далее у нас после фа минора с вами следует аккорд ре. Вот, ре мажор. В ре мажор мы с вами приходим по нисходящей гамме. Так как ре мажор у нас строится в фа диез миноре на шестой ступени, то от шестой ступени у нас минорная гамма получается как лидийский лад. Поэтому по лидийскому ладу мы спустились. Для тех, кто не понимает, что такое лидийский лад, это если в мажоре мажорный лад с повышенной четвертой ступенью. То есть если мы с вами играем до мажора, то до ре ми фа диез соль ля си до. Итак, пришли в ре мажор. Дальше обыгрываем ре мажор. Ре мажор я также использовал схему мейдж. Для тех, кто уже приобрел книгу, то есть можете посмотреть схему на странице 96 страница. И у нас получается с вами схема, которую мы с вами будем играть здесь от пятой ступени. У вас она в серединке. То есть это вот эта схема. Вот. Получается у нас... Вот. Вот. Но дело в том, что эту схему мы с вами... Не всегда вы можете играть схемы только трам-трам. Или там трам-трам. Вот. Можно также варьировать. Например, здесь можно поиграть как перекличку нот. И приходим с вами в ноту ля. Собственно, основная нота аккорда ля мажора. Вот. То есть вот мы сыграем. Пришли в нотку ля. И от ноты ля просто делаем мелодический ход. Кстати говоря, нельзя объяснить мелодический ход. То есть его можно, конечно, там тысячами слов теориями объяснить как-то, что это вот там по такой-то терции, по такой-то квинте спускается. Но, как правило, мелодия рождается вот здесь. То есть даже не здесь, а вот отсюда она идет. То есть это то, что вы напеваете, насвистываете. И здесь уже мы играем... Та-рам-пам-пам. Та-рам-пам-пам. И приходим в ноту... В ноту ми. От ля к ми. Достаточно интересный ход. Здесь я просто обыграл мажорный аккорд. Так как он у нас мажорный. Ми мажор. То мы его тоже обыгрываем. То есть вот он, обыкновенный аккорд. Седьмая позиция. Формуля мажора. Вот. И делаем следующее. Ми. И некоторые нотки отсюда делаем. То есть сус делаем. Задержанную. То есть там кварт вместо терции играет. Так и еще добавили еще нотку ля отсюда. То есть так он немножечко посочнее стал звучать. Далее у нас опять гармония по кругу повторяется. Это фа, ре, ля, ми. Дальше опять играем фа. Фа можно с вами обыграть опять-таки же схемой небольшой. Как я сделал. Также схема выглядит на странице. С 42. У вас есть обыгрывание трезвучий в книжке. Как раз вот по этому принципу мы обыгрываем с вами минорное трезвучие. То есть там у вас есть несколько примеров. Но мы берем с вами пример минор. Арпеджио на минор. И здесь также добавляем свои собственные звуки. То есть получается... То есть здесь у нас идет проходящая нотка между... То есть получается кварта проходящая от терции к квинте. Сыграли ход. И далее у нас получается гармония меняется снова на ре мажор. Ре мажор, большой мажорный септ. Мы с вами будем использовать... Будем использовать обыкновенный арпеджио. То есть даже не септ-аккорд. То есть септиму добавим только на самом верху. И после этого мы с вами будем спускаться опять-таки же по нашей гамме. К ноте ми. Так как она у нас является основной в следующем гармоническом обороте. То есть вот мы сыграли. И дальше у нас с вами идет... Аккорд ми мажор у нас вот с вами идет. Всем известная д-аккорд. Ре мажор. Здесь. Если мы повысим его на тон, будет ми мажор. Все просто. А если еще на полтона будет фа. Еще на тон соль. Ля. И так далее. Вот и так далее. То есть очень удобно. Итак. Вот мы обыграли эту конструкцию. Собственно и пришли опять в ноту ми. И далее у нас с вами получается опять по кругу идет фа, ре, ля, ми. Дальше мы будем делать... Просто обыгрываем постоянно бас. Будет у нас фигурировать фа. И здесь мы с вами сделаем такой интересный ритмический рисунок. Таку-ту-ка-ту-ку, таку-ту-ка-ту-ку, таку-таку-таку. И бас у нас будет дублировать. Точнее бас будет как... Бас мы будем использовать как заполнение между нотой. То есть получается мелодия. А бас так-ту-ту-та. Затем дальше мы меняем. Какой бас? На ре. То же самое делаем, но только в басура. Вот. Затем. Ля у нас идет. Для того, чтобы удобнее играть, я здесь использовал не бас ля, а его квинту. Вот. И получается у нас от фа мы сыграли. Вот. На аккорд ми мажор я сделал просто нисходящую гамму. Миксолидийский лад. Потому что это... Потому что он у нас здесь подходит правильно в этой тональности. То есть это как получается... Если тональность фа диез минор, а ми мажор у нас седьмая ступень в минорной тональности, то как раз она получается седьмой лад, миксолидийский лад. И вот мы его сюда вставим. Затем следующий такт опять то же самое фа ре ля ми. Абсолютно тот же самый ход. Но то же самое ми мажор мы будем с вами играть, только наоборот. Снизу вверх. И приходим в тонику. Используем здесь прием, чтобы у нас все ноты уложились. Играем просто с экстоли. То есть тат раз, два, три, четыре, пять, шесть. И чтобы последнюю ноту просмаковать, можно сделать вибратор пальцем, а можно еще и машинкой. Ну... Иногда просто нотка, она уже от того, что слишком высоко ее мы держим здесь. То есть весь сустейн он уже уходит. Так что получилось такое соло. Успехов вам и удачи. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...